МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году на агрофоруме собрались представители 80 сельхозпредприятий. География участников довольно широкая. Более 30 российских регионов и 11 зарубежных стран. На их стендах ноу-хау картофельной отрасли. Оборудование для хранения и переработки, средства защиты, удобрения. Об инновационной индустрии картофеля на нынешней выставке говорили много. Проблемы обсуждали с округлыми столами на расширенной научно-практической конференции. Подробнее мой коллега Дмитрий Ковалев. Российская наука наверстывает упущенное. Селекционные фирмы страны каждый год балуют аграриев новыми семенами. Последние песк моды в картофельной отрасли – вот такие мини-клубни. Они не боятся холодов, вредителей и вирусы им тоже нипочем. Маленькие корнеплоды дают довольно большие всходы. Раскошелиться за них придется, но дело того стоит, говорят специалисты. Цена одного клубня является 25-30 рублей. Потому что это очень трудоеккий процесс и требует очень многих затрат. Российские сорта картофеля начинают пользоваться большим спросом. Вскоре прогнозируют эксперты – поставки импортных семян на наши рынки сократятся в разы. Только сюда, на Чебоксарскую выставку, привезли более 150 видов второго хлеба. Ставка на качество и товарный вид. На ура в магазинах расходится вот такая картошка без кожуры. Установки для производства упаковок уже планируют приобрести и чувашские предприятия. Это не обязательно даже в этом городе. Это в кафе очень удобно, допустим. В площади есть. То, что там смак делает, вопросов нет. А нужно во все магазины с одной точки поставлять. Без инноваций в картофельной отрасли уже невозможно обойтись. Удобрения для быстрого роста семян, современные агрегаты, системы для орошения полей. Свои достижения на показ гостям выставили чувашские предприятия. В одной из самых крупных агрофирм «Сонары» нацелены на большой урожай и обновляют технику. Идут в ногу со временем и небольшие картофельные хозяйства. Закупили фрезерный культиватор Всеголандска, комбайн «Гримми». Еще копалку купил в прошлом году. Ну, как хочу. Потому что копают две грядки сразу. Укладывают картошку сзади на 50 сантиметров. И потом хочу купить однорядному комбайну подборщик. И сейчас уже орошение с учетом глобального потопления нужно внедрять. Ибо засуха 2010 года показала, что без орошения мы соответствующий объем производства, как по урожайности, если мы возьмем качественные показатели, не получим. Надо минимизировать ошибки земледельца. Чувашский картофель уже давно пользуется популярностью потребителей. Задача глобальная. Увеличить долю производства второго хлеба. Спрос есть, будет и качественный урожай. В условиях ВТО на это необходимо сделать ставку и крупным, и личным подсобным хозяйствам. «С учетом того, что крупнотоварное производство все-таки является локомотивом, наша задача через новые сорта, через крестьянские фермерские хозяйства, через средние хозяйства, конечно, обеспечивать, прежде всего, личные подсобные хозяйства новыми сортами лучшей селекции». Столы на выставке, как и в прошлые годы, ломились от аппетитных явств. Вареники, пироги, оладьи, фантазии кулинаром не занимать. Из картофеля им удалось приготовить более 200 блюд. Тарелки опустили в считанные минуты. Многолюдно было и в этом зале. Элитные семена на выставке продавали по сниженным ценам. В среднем по 15 рублей за килограмм. Пенсионеров, которые выходили отсюда с большими сумками, довозили прямо до дома. «Прям не верится даже». «А так бы домой было бы тяжело добираться, да?» «Разумеется». «Троллейбусы попробуй-ка тут вот». «Пока пошагаешь, что троллейбусы ему стоялочкой ходим». Контакты и деловые предложения, подписанные договора. Каждый год на картофельной выставке компании завязывают друг с другом новые сделки и соглашения. Исключением не станет и этот год, уверены организаторы. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. В течение нашего выпуска мы еще вернемся к выставке «Картофель-2013». А теперь к другим темам. Сегодня культурная элита республики собралась в Чувашском государственном академическом театре. Там прошло заседание коллегии ведомства, на котором обсудили проект концепции развития отрасли культуры до 2020 года. Республика обладает солидным культурным и творческим потенциалом. Сегодня это почти полтысячи библиотек, 16 музеев, 6 профессиональных театров и 4 учебных заведения. Работники культуры ставят перед собой большие цели. Это эстетическое воспитание, пропаганда основ информационной культуры, формирование интереса к чтению, организация досуга. Дополнительное образование детей рассматривается как составляющая единого образовательного процесса в рамках общего среднего образования. Школы искусства охватывают 14% детей республики. Сегодня, по статистике, в среднем каждый седьмой ребенок республики обучается в детских школах искусств. Так как отрасль культуры, она всегда, наверное, и в старые времена, и в нынешние времена финансируется на том уровне, на котором хотелось бы, но культура не только выживает, но и развивается. Министерство выступило организатором и участником более 15 крупных культурных акций различного уровня. Помимо традиционных мероприятий, проводимых регулярно при организационном и финансовом содействии Министерства, определенными знаковыми явлениями стали мероприятия, посвященные году российской истории. Дни культуры Чувашской республики в республике Пашкортостан. Международный фестиваль молодежной фотографии с конкурсом «Молодые фотографы России-2012». Впервые за последние полвека полностью обновили свето- и звукотехническое оборудование Чувашского драмтеатра. В этом году начаты работы по модернизации русского драмтеатра. Ведется реконструкция Чувашского государственного театра «Кукол». В целом на реконструкцию 11 учреждений уже выделено порядка 40 миллионов рублей. Ну а к 2018 году инфраструктура столицы должна значительно измениться. А сейчас необходимо направить ресурсы на подготовку празднования юбилейных дат. 550-летию основания города Чебоксары и столетию создания Чувашской автономной области отметили на заседании. Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с генеральным директором компании корпоративного управления концерн «Тракторные заводы» Михаилом Болотиным, чтобы обсудить ситуацию на предприятиях концерна. Снижение объемов производства объясняется сокращением спроса. Частично это связано с появлением на российском рынке китайской и украинской продукции. Частично с тем, что операторы предпочитают эксплуатировать вагоны с продленным сроком эксплуатации. В то же время, по словам Михаила Болотина, на предприятии сформирован пакет заказов на отгрузку вагонов, цистерн и цементовозов. Также планируется выпуск нового алюминиевого зерновоза. Кроме того, принято внутрикорпоративное решение о переводе производства комбайнов из Красноярска в Чебоксары на площадку УАО «Промтрактор». Производственная мощность при двусменной работе составит ориентировочно 2000 комбайнов в год. 23-24 февраля в Москве пройдет 15-й съезд Коммунистической партии Российской Федерации. В числе участников форума и коммунисту Чувашии. Кого включили в состав делегации и что будут обсуждать на съезде, нашей телекомпании рассказал Дмитрий Евсеев, лидер фракции КПРФ в Госсовете Республики. На съезд у нас едут 5 человек. Мы будем на съезде обсуждать целый ряд вопросов, но в целом съезд он отчетно-выборный, такой, который проходит раз в 4 года. Это будет 15-й съезд, он у нас юбилейный. В феврале этого месяца, 14 февраля, исполнилось 20 лет нашей партии. Поэтому у нас будет своеобразный доклад Центрального комитета, который подведет итоги не только последних 4 лет, но и в целом 20-летнего периода борьбы нашей партии. Так что мы очень ждем много интересного этого съезда. У нас приезжают большое количество иностранных делегаций из других стран, где у нас компартия существует. Практически будут делегации из всех бывших союзных республик. Таким живым боевым настроем едем на этот съезд. Сегодня полномочный представитель президента России в Привозском федеральном округе Михаил Бабич провел ряд совещаний по исполнению майских указов президента. В частности, по строительству жилья эконом-класса и предоставлению земельных участков многодетным семьям. Напомним, что Владимир Путин призвал своих полномоченных представителей в федеральных округах не ограничиваться мониторингом ситуации и активно включаться в текущую работу по выполнению указов. Кроме того, в Башкирском детском доме Михаил Бабич обсудил проблемы выделения жилья детям-сиротам, устройство в семье детей, оставшихся без попечения родителей, пост интернатного сопровождения выпускников и профилактики социального сиротства. Республиканский совет женщин и театр кукол с этого года выступили с инициативой показывать спектакли детишкам, проходящим лечение в больницах Чувашии. Этот проект они назвали «Терапия искусством». Для Чувашского театра кукол такие постановки не новы. Уже пять лет артисты выступают со спектаклями для больных детей. Мы, женщины республики, хотим, чтобы наше население было здорово. Поэтому маленькие проекты, большие проекты, которые в наших селах, мы стараемся вместе сделать, организовать и представить. Сегодня мы представляем здесь вам небольшой спектакль. И хотим, чтобы вы посредством этого просто оздоровелись. В холле отделения нейрохирургии республиканской больницы артисты театра показали «Вадевирь» – веселый музыкальный спектакль. И пока врачи выполняли свои профессиональные обязанности, артисты выполняли свои. На самой 17 лет не спросить любого, «В Петербурге лучше не скатиться, Боба!» Главный режиссер театра «Кукол» Юрий Филиппов говорит, что такие выезды для них не впервой. Много спектакля они показали для детей. Когда мы выступали со спектаклем «Наивный суслик» в квартирах для детей-инвалидов, которые еще и ходить не могли тогда. И в аромат спектакль один мальчик, который никогда не ходил, встал и пошел. Вот это результат нашей куклотерапии. Моё самочувствие улучшилось, да. Играет очень прекрасно. Дай Бог им всего здоровья, всего хорошего. Дай Бог, что было у них в жизни хорошо. Проект театра «Кукол» Республиканского совета женщин в этом году поддержало Министерство здравоохранения Чувашии. По словам Аллы Самойловой, такая реабилитация действует порой гораздо лучше медикаментозной. Фактически сегодняшний проект называется «Терапия искусством». Это когда на ранней стадии больные после инсультов, после инфарктов получают заряд эмоционального такого наслаждения и фактически заряжаются на здоровье. Поэтому те спектакли, которые предполагаются играть в больницах, они будут небольшие, они будут маленькие, но они будут настолько яркие и настолько позитивные для того, чтобы больные не чувствовали себя здесь больными. Они должны себя уже здесь начинать чувствовать здоровыми. В этом году проект получил грант 450 тысяч рублей. И терапию искусства могут на себе испытать больные всех лечебниц Чувашии. Татьяна Молокова, Светлана Аликимова, Александр Петров. Завтра в Чебоксарах в седьмой раз пройдет конкурс «Лучший папа». Конкурс организован городским женсоветом. За звание лучшего поборются 9 пап. Все они разного возраста и разных профессий. Среди них есть бизнесмены, учителя, спортсмены, рабочие. Оценивать будет строгое жюри. Председатель женсовета столицы Ирина Клементьева, замглавы администрации Алла Салаева, заместитель директора нашей телерадиокомпании Юлия Стройкова, а также члены женсовета. Итак, конкурс состоится завтра, 22 февраля, в Чувашской государственной филармонии. Вход свободный. За другим темам. Настоящий подарок приготовил ценителям оперной музыки театр оперы и балета. Мастера оперного искусства Татьяна Печникова и Нурлан Бекмухамбетов 20 февраля посетили Чебоксары с благотворительным концертом. Грандиозная оперная программа, живая оркестровая музыка и, конечно же, мастерство мировых звезд обеспечили незабываемые впечатления. Организатором концерта стал Чебоксарский центр культурных программ Республика. На пресс-конференции перед журналистами выступил учредитель центра культурных программ Вячеслав Печников, который рассказал о миссии мероприятия. К слову, это не первый благотворительный проект Печникова. В 2007 году бизнесмен уже выделил 500 тысяч рублей на строительство Шамуршинского храма. Мы его сразу задумали, чтобы он был благотворительный. Я надеюсь, приедет к нам на концерт, по крайней мере, он обещал настоятель храма Рождества Христова села Шамуршин. Я им передам этот конверт, весь сбор, его собрали около 250 тысяч. И сделали им это такой благотворительный вариант. Это какие-то наши, наверное, пожелания, потому что сам по себе храм мы строим давно, я участвую в его строительстве, но вот там, что вы делали это публично, что мы делали концерты, идея появилась у нас как-то не сразу. С Татьяной мы обсуждали, она предлагала мне привезти мастеров колокольного звона, которые вот они есть по всей России, открывают на храмах музыканты. Ну, я обсудил, говорил, может быть, мы приедем, музыканты, и есть замечательный театр оперы и балета. Ведущие солисты Московского театра «Новая опера» Татьяна Печникова и Нурлан Бекмухамбетов выступили перед чебоксарцами. В программе вечера прозвучали лучшие арии из известных опер русских и зарубежных композиторов. С московскими солистами на сцене театра выступил симфонический оркестр под управлением Ольги Нестеровой, в исполнении которого прозвучали увертюры из известных опер. Музыкантам удалось найти общий язык с певцами. За минимальное количество репетиций исполнители сумели достичь гармоничного ансамбля. Сергей Фишер, Николай Яковлев, Александр Петров, Республика. Межрегиональная выставка «Картофель-2013» будет работать в Чебоксарах. И завтра все желающие смогут не только изучить новинки, но и, конечно, купить картофель. Полезные информации и советы далее в выпуске. А я прощаюсь с вами. До завтра. Фирма «Август» на рынке Чувашской Республики работает 10 лет. За эти годы компания закрепила за собой имя крупнейшего в России предприятия, специализированного по выпуску химических средств защиты от сорняков и болезней, основных технических и зерновых культур. По словам представителей компании, солидный возраст и масштабы закрытого акционерного общества позволяют удовлетворить запросы наших сельхозпроизводителей. По регламентам ежегодно вводят в производство, скажем так, от 3 до 5 препаратов. В 2004 году у нас было препаратов в районе 25 условно, а то сейчас уже более 60 препаратов собственных разработок. Весь ассортимент у нас к сегодняшнему моменту, можно сказать, скомплектован практически полностью. Один из филиалов фирмы «Август» расположен в Чувашии. Вурнарский завод смесевых препаратов производит основную часть всей продукции компании. Он является лидером российской отрасли по производству пестицидов. Также выпускает гербицидные препараты в месяц до 1600 тонн. Научно-исследовательский центр компании в постоянном поиске более эффективных действующих веществ. Для многих картофелеводов у фирмы есть хорошая новость. Поскольку арсенал компании по защите картофеля достаточно широкий, у многих препаратов была не очень удобная упаковка. Мы решили эту проблему, упаковав вот эти порошковые препараты в специальные растворимые пакеты. Скажу сразу, что пакеты эти состоят из специального полимера, который очень быстро растворяется в воде. Но при этом порошок, упакованный в эти пакеты, он не пылит, не загрязняет окружающую среду и достаточно экологичный, удобный в работе. Чтобы сохранить высокие потребительские свойства жидких препаратов при транспортировке и хранении, эта продукция выпускается в специальных многослойных полимерных канистрах. В этом году вот такая бина в упаковке у нас идет. Четырехслойная же, да? Да, что-то наше производство, четырехслойная. Бина в упаковке. Сейчас новые леди что-то там поставили? Нет, прессы. Прессы, прессы, да, там две сейчас привезли. Итальянская, американская. И вот мы вот такие вот сейчас дали для того, чтобы наши производители не ошибались, меньше ошибались. Вот это на количество гектаров придет. Компания «Август» выпускает продукцию, которая не навредит экологии и может быть утилизирована без вреда окружающей среде. В планах у «Августа» полностью перейти на растворимую упаковку порошковых препаратов. Как отмечают представители фирмы, продукция должна быть не только эффективной, но и более безопасной. Урожай любой сельскохозяйственной продукции зависит от качества семян. Специалисты «ФАТАГРА» научились получать здоровый материал путем колонального микроразмножения. Растения в пробирке, так называемый инвитру материал, размножают в стерильных условиях. К слову, эти микроклубни можно долго хранить и сажать в любое время. Можно производить эти микроклубни круглогодично. Если есть определенная привязанность к периоду весеннему для высадки данных микрорастений, получается, что объемы нарастают к весеннему периоду, то эти микроклубни можно заранее производить, хранить и доводить до того объема, который необходим для выращивания семенного материала. Размножают семенной материал в горах Алании на высоте почти 2500 метров, где не водится губительное для картофеля тля. Аланские аграрии взяли на вооружение передовой метод Швейцарии и теперь рассчитывают промышленно внедрять его по всей стране. Мы участвовали еще в подобных выставках у себя в регионе и участвуем в других регионах России, потому что мы серьезно занимаемся данным вопросом и считаем, что в перспективе мы ставим себе целью стать одним из основных поставщиков оригинальных семян картофеля. Пока что в Южном и Северо-Кавказском федеральном округе с дальнейшим выходом на российские регионы. Реализация проекта займет от 6 до 8 лет. Именно столько времени нужно для того, чтобы микрорастения дошли до состояния клубней, необходимых для выращивания высокоурожайного продовольственного картофеля. Но первые результаты уже есть. В этом году у них будет проходить мероприятие. Международное, да? Да, уже можно показывать результат. В Старом Польске-то мы знаем. Да, это. Вы там знаете. Это сейчас уже хороший конкурент, да? По-моему, уже тот не конкурент. Да? Понятно. А вот ребята начинают раздеваться. Вы тоже как бы координируете, да? Когда-то они очень хорошо работали. А вот теперь это как бы новая волна и очень удачно. Молодцы. Поддержка там очень хорошая. Значит, мы будем с вами сотрудничать на взаимовыгодной основе. Лаборатория, которая занимается высокотехнологичным разведением картофеля, существует уже 5 лет. Все это время северо-оситинские растеневоды сотрудничают с российскими и зарубежными биологами. Аналогов предприятия в России нет. Выставки «Картофель-2013» активно участие приняла и агрофирма «Сидек». Яркое оформление стенда вмиг заинтересовало посетителей, как, впрочем, и продукция предприятия. Главным экспонатом стал семенной картофель отечественной и зарубежной селекции с разными расцветками кожуры и мякоти. Картофель будет вкусным и в пюре, вареным и жареным. На выставке также представлены ранние и среднеспелые сорта, которые можно выращивать в разных регионах России. Оздоровленные мини-клубни, а также севок картофеля, выращенный из ботанических семян. В нашем ассортименте около 20 сортов картофеля отечественной и зарубежной селекции. Процентов 90 – сорта отечественной селекции, потому что они пользуются спросом. Семеноводство этих сортов налажено, и мы проводим базу именно создания элитного материала семенного и суперэлитного. Надежда Серегина знает о картофеле буквально все. Пожалуй, не меньше профессора-агронома и о вирусах, и о болезнях. Ирбитский – хозяюшка, красавчик, Алена – лидер, Смелена, Баллада, Ассоль. Эти сорта картофеля может выращивать на огороде каждый дачник. Хороший урожай обеспечен, говорит Надежда Серегина. Очень широкое распространение получили сорта красавчик, удача, невский и наши сорта. В частности, я держу сорт «Взрыв», который проходит госсортоиспытание. Селекционно-семеноводческая компания «Седек» на российском рынке семян более 18 лет. И сегодня является одной из ведущих компаний в области селекции и производства семян овощных культур. Ежегодно агрофирма вносит свои новые сорта и гибриды в государственный реестр селекционных достижений России. «Седек» уделяют особое внимание отечественным сортам картофеля. Ежегодно компания представляет на российских и международных выставках новинки, которые ничем не уступают известным европейским сортам. А по некоторым характеристикам даже превосходят их. Специалисты «Седек» приезжают в Чебоксары вот уже пять лет подряд. Здесь на выставке мы небольшой предлагаем ассортимент, а в основном заказать по почте. Интернет-магазин у нас есть. Агрофирма «Седек» заключает договоры поставок на экономически выгодных для партнеров условиях. Предоставляет гибкую систему скидок, одновременно предлагая услуги не только по продаже семян, но и по комплексному обслуживанию потребителей в различных областях растениеводства. Для фермеров, владельцев приусадебных хозяйств налажена продажа весовых семян, клубни элитного семенного картофеля оптом и в розницу. У компании во многих регионах России свои фирменные магазины. А сегодня купить семена можно и на выставке «Картофель-2013». Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok